Столица Верхневолжья стала местом сбора региональных партнеров русской медиагруппы. Как известно, это один из крупнейших медиахолдингов страны, который объединяет самые популярные радиостанции. Встреча прошла в бизнес-центре «Тверь», который был выбран не случайно. Русская медиагруппа стабильно входит в тройку ведущих медиахолдингов России. Он объединяет телеканал РУ-ТВ, а также пять наиболее популярных радиостанций. Одна из самых любимых среди них — русское радио, которую заслуженно можно назвать транснациональной. Русское радио сейчас — это одна из самых крупнейших, если она по-прежнему самая крупная сеть в мире. Это более 100 миллионов слушателей по всему миру. Как я говорю о дальнем зарубежье, это и США, и Кипр, и Израиль, и Германия. В Твери руководство русской медиагруппы собрало своих партнеров со всей страны на первый консультативный совет. Встречи в подобном формате уже проходили, но было это давно. А за последние годы накопилось немало рабочих вопросов. Конечно же, был ряд изменений из-за нашего известного 2020 года, когда какие-то бизнесы вообще исчезли. К счастью, мы выжили и хорошо возвращаемся к нормальной жизни. Кроме того, за это время мы успели внести изменения в наш формат. У нас появились новые передачи, мы пересмотрели где-то подход к нашему эфиру. Именно гибкая политика русской медиагруппы и позволяет ей оставаться в тройке лучших. Когда выбирается оптимальный формат радиостанций. Когда непременно учитывается мнение аудитории. В результате в эфире появляются новые программы. В лучшую сторону корректируется сама сетка вещания. И еще одним важным залогом успеха является полное взаимопонимание с партнерами в регионах. Прекрасный тому пример более чем четвертьвековое сотрудничество с медиахолдингом Тверской проспект. Работаем в конструктивном ключе. Те вещи, которые нужны нам от наших московских партнеров, они с превеликим удовольствием идут нам навстречу, выполняя какие-то пожелания наши. Но, соответственно, и контроль качества эфира обязательно, чтобы все было в рамках единого формата. В этой связи вполне логичным выглядит и выбор места проведения первого консультативного совета. Штаб-квартира медиахолдинга Тверской проспект, бизнес-центр Тверь. Прекрасен и идеален, потому что здесь можно и проживать, здесь и бизнес-центр, здесь и ресторан. То есть, в принципе, любые виды мероприятий. И отдельное спасибо нашему партнеру за гостеприимство, в частности, и за предложение вот такого формата проведения. И поскольку мы много лет сотрудничаем, мы знаем друг друга, мы знаем, что мы можем рассчитывать друг на друга. Поэтому неудивительно, что Тверь еще не раз будет на время становиться столицей отечественного радиовещания, поскольку русская медиагруппа планирует сделать такие консультативные советы регулярными.